Первое документальное упоминание Корсуна как Казанского аула относится аж к временам Ивана Грозного. Но вот свою официальную историю этот старший брат Ульяновской Симбирской везет с 1647 года. Именно тогда сюда прибыл окольничий воевод Богдан Хитрово, чтобы основать здесь корсунскую засечную черту. Две стороны в 70, две сажени, две других в 36, рублен в Тарас, шесть башен, в том числе две проезжих в одну сторону. Вот так выглядел корсун 375 лет назад. Какой он сейчас отправился узнать команду кругосветки. Так вышло, что именно в день нашего путешествия погода решила сыграть шутку и украсила апрельский корсун поистине январским снегопадом. Но нас это не остановило. В конце концов, белоснежное покрывало лучше слякать в межсезонье. Местные жители загодя предупредили нас, что по ранней весне по местным дорогам лучше не кататься. Поэтому выезжать за пределы Корсуна мы не планировали. Благо дело и в самом селе есть что посмотреть и чему удивиться. И удивляться мы первым делом отправились на фабрику Корсунская швея. Это сейчас здесь небольшое трикотажное производство. А еще совсем недавно тут была единственная на всю Россию и одна из двух на весь Советский Союз фабрика художественного ткачества. Подарочные гобелены, расписные коврики, нарядные покрывалые скатерти. Изделия корсунских мастериц мигом разлетались по всей стране и за ее пределы. Каждая вещь особенная. По специальным разрабатанным эскизам местных художников. Колось все вот на таких специальных станках. Опять это опускается, натягивается. Вот в таком положении. Это туда гонит, а оттуда сюда. Тут получается рисунок, он как раз ногами делается. И ногами, и у них все в голове. У них эскиз, они уже знают, какой тут у них. Это же человек музыка, как по ногам. Да, да, да. Какой-то другой грудный, кто не смотрит на эти накларики. Он в голове все. Ноги переступают с педали на педаль, руки гоняют челнок. С такой работой никакого фитнеса не надо. В этом затейливом танце мастерицы проводили целый день. Работаю на этих станках в две смены. И вот как есть ряд 100 с лишним станков стоят. Им отдыхать только в обед давали, все. Вчера постоянно на ногах целый день. Уставали, конечно. Целый день на ногах. Это стоять. Вот сейчас мы 10-15 минут постоим еще, а в случае прыгали на них. А вот эти деревяшки тоже не выдерживают, ломались. Да, да. За рабочий день мастерица делала одно-два уникальных изделия на заказ. На типовые покрывалы шторы времени уходило меньше. Но и тут задача стояла непростая. Обеспечить такими габелинами нужно было весь Советский Союз. Представляете масштабы производства? 200 с лишним качих без устали трудились в две смены. По 3-4 контейнера увозили, 5 тонн. Каждый день. Это каждый день. Сколько продукции. Я их заставил. Я работал в химии. Вот, вишками увозили они. А мы там работали. Солны гружали. Вот они. 4 контейнера. Два трактора везет. Два машины. Продукции много уходило. История художественного ткачества продолжалась в Корсуне вплоть до 2009 года. Когда российский рынок заполнил текстиль из Китая, ручная вышивка на станке стала искусством дорогим и невыгодным. Фабрика переключилась на швейное производство. Станки разобрали, оставив лишь один для фабричного музея. Традиции рукоделия в Корсуне продолжили совсем другие марии-искусницы. Знакомьтесь, Нина Федоровна и Наталья Петровна, преподаватели Корсунской школы искусств имени Пластова. Мама и дочка. Создатели, вдохновители и главные педагоги отделения декоративно-прикладного искусства. Нет такого вида рукоделия, который им был бы не подвластен. Вместе с ребятами они рисуют картины, занимаются батиком, валяют одежду и обувь, мастерят из полимерной глины, работают с пластилином. Когда мы чувствуем, что уже угасает какой-то интерес какого-то вида деятельности, мы ищем тогда новые какие-то варианты. Вот у нас появился такой в один момент, что мы почувствовали, что детям и это, и это, и это уже надоело. Мы ввели бумажную пластику. Вот работа, бумажная пластика, вон наверху работа, которая во Франции взяла первое место. Москвичи, которых корсунцы обошли в Париже, поверить не могли, что в неизвестной им глубинке умеют делать такую красоту. Но у Нины Федоровны и Натальи Петровны все только по высшему разряду. После обучения у таких опытных педагогов корсунские ребята с легкостью поступают в видные столичные вузы. Российскую академию живописи вояне из отчества Ильи Глазунова, Московский художественный институт имени Сурикова, Санкт-Петербургскую академию художеств. Там приходят с 4-х лет, с 5-ти лет. Вот у Натальи Петровны такие малышки, которые еще плохо разговаривают. И мы порой без переводчика ничего не понимаем. Вот, потом они идут в первый класс. А сейчас же многоступенчатая вот ФГТ программа. Вот они у нас заканчивают первую ступень, потом идут во вторую ступень. И если есть время, то мы им позволяем еще дополнительно заниматься перед поступлением уже в высшее учебное заведение. Среди выпускников Нины Федоровны и Натальи Петровны архитекторы, скульпторы, реставраторы и художники, работающие сегодня по всей стране. Наверняка скоро мы услышим и имена прославившихся корсунских дизайнеров и модельеров. Тем более столицу моды они уже покорили. Вот такое пальто, только белое, получило у нас первое место в Париже. Такая вот шикарная вещь. Вообще активная позиция корсунской школы приносит свои плоды. Мало где сельские ребята могут похвастаться тем, что их работы популярны не только среди их родственников. Работы корсунских детей экспонировались в 20 странах мира. Находятся в крупнейших музеях. Ведь крупнейшие музеи мира, они собирают помимо того, что собирают профессиональное искусство, они еще экспонируют и детское художественное творчество. Рисунки корсунских детей можно увидеть в крупнейших музеях Индии, Болгарии, Японии, Франции, Америки. Только в штаб-квартире ООН выставлено 17 работ воспитанников в ДШИ имени Пластова. Но и это не все. Сама корсунская школа не так давно основала свой международный музей детского искусства «Солнышко». В нем собраны работы ребят из самых разных стран. Не сторонится детская школа искусств и оригинального жанра. В 2019 году Корсунский художественно-кровический музей выиграл в конкурсе «Культурная мозаика. Малые города и села». И с проектом «Музейный балаганчик. Корсунские миниатюры» мы решили, что будет интересно представить историю Корсуна в маленьких миниатюрных спектаклях, где главный герой будут куклы. Главными помощниками и участниками этого проекта стали уже известные нам Нина Федоровна и Наталья Петровна со своими воспитанниками. Несколько десятков кукол. Среди них царь Алексей Романов, Богдан Хитрово, Александр Пушкин. И декорации к шести спектаклям. Все это их рук дело. Артистами театра стали студенты медицинского техникума и Корсунской средней школы. Последний штрих внес известный ульянский краевед Сергей Петров. Когда мы победили уже, казалось бы, вот шлок победе наш этот проект, раздался звонок из Ульяновска, и Сергей Борисович говорит, Людмила, мы с ним были знакомы. Знаешь, я что нашел? Оказывается, у Дали есть в словаре такой персонаж, как Болян. И этот Болян на самом деле герой ваших ярмарок. Когда идет спектакль, нужен же человек, который будет как-то ярко действовать, который будет объединять около этого Болянчика. И все вот срослось невероятно. Я говорю, вы вот прям как вот Бог вам в уши надолго велел вам рассказать нам об этом Боляне. И мы действительно сделали такую куклу. Она тоже есть на нашем стенде. Это кукла Болян от человека, который веселит народ, который объединяет народ. Но это в том числе не Петрушка. Это именно герой нашего фольклора. В культурной программе наша команда, как это часто бывает, перешла к гастрономической. В Корсуне есть два кафе, в которых усталые путники могут передохнуть от впечатлений и перекусить без излишней нагрузки на кошелек. Цена тут, прямо скажем, слишком демократичная. В городских столовых такого не сыщешь. И выбрать есть из чего, и посидеть с друзьями приятно. А еще здесь можно попробовать необычные пирожки по местному рецепту. Лопаточки. Значит, это обжаренная свинина, сыр, огурцы и майонез. Это чисто корсунское блюдо? Чисто корсунское. А рецепт откуда? Ну... Рецепт знают только местные жители и делиться им не спешат. Всех желающих попробовать приглашают в Корсун. А наше знакомство со старейшим селом региона продолжается. Мы в кадетской школе-интернате имени генерала-полковника Чичеватого. Здесь проходит обучение около 200 юных кадетов. Попасть сюда не так-то просто. Соискатель должен быть не младше пятого класса. В аттестате у него не должно быть троек. Ну и, конечно, он должен быть готов жить по уставу. Кадетский корпус – это не просто школа. Программы тут особенные. Помимо обычных школьных предметов, есть профильное образование. Курсы военной подготовки несовершеннолетних граждан, которые входят в несколько дисциплин. Это уставы вооруженных сил. Это огневая подготовка. Разборка-сборка автоматов. Такие вот элементы. Потом стрелевая подготовка. Традиционно на базе нашей образовательной организации 10-й класс у нас проходят так называемые полевые сборы. А итогом и прохождением очередного курса у нас так называемые выпускные экзамены после каждого курса. Это кадетские зори, где в мае месяце мы всем личным составом выходим на нашу Корсунскую туристическую поляну и проводим это мероприятие. Живут ребята здесь же, на территории школы-интерната. За каждым классом взводом закреплен офицер, который не просто следит за дисциплиной и порядком, но и помогает ребятам справляться с учебой и бытом. Отличительная черта вашего корпуса – это девочки, которые обучаются у вас. Совершенно верно, да. Расскажите, пожалуйста, каково девчонкам предсказать. Девочки так же, как и мальчик, проживают в общежитии. Но не скажу, что спартанские условия. Быт у них организован. Пытаемся, девочки из девочки, и хочется маленьких особые условия для их времяпровождения создать, я имею в виду, в казарами. И бытовую комнату, и где-то картины повесить, и мягкие игрушки допустимы. Вот. Ну, что ж. Как говорится, солдат должен как-то и лишение моего службы приносить достойно. Но девчонки не жалуются. Наравне с парнями ходят в наряды, участвуют в огневой подготовке, маршируют в строю. На личную жизнь не отвлекаются. Внеуставные отношения на территории корпуса исключены. Фокус внимания у кадетов на учебе. Ты учился все-таки в обычной школе. Насколько сильно обычная школа отличается от кадетского корпуса? После того, как я поступил сюда после своей школы, уровень подготовки, обучения очень сильно изменился у меня. В моей школе было намного проще, чем здесь. Но я уже привык. Учиться здесь можно только на четверке и пятерке. Оценки ниже недостойны кадетам. Наверное, поэтому выпускники школы-интерната так легко поступают в специализированные военные вузы России. И на общероссийских смотрах показывают себя более чем достойно. Пока мы осматривали расположение кадетского корпуса, наше внимание на себя обратило это здание. Явно старинное, выполненное в совершенно нетипичном для села стиле барокко. Оказалось, что это одно из старейших зданий Корсуна. Построил его Неон Федорович Шагалов, местный купец и мануфактурщик. Однажды, побывав в Петербурге, так впечатлился Зимним дворцом, что решил, приехав в Корсон, построить что-нибудь аналогичное. Ну, не такое масштабное, но такое же красивое. Поэтому, когда было решено строить это здание, его дом, первоначально разрабатывался проект, чтобы как-то переплестись с Зимним дворцом Петербурга. И орнамент наших окон похож на орнамент окон Зимнего дворца. В своем дворце Неон Федорович прожил недолго. Будучи по природе своим меценатом, он передал здание городу, под мужское училище. Надо отдать должное, здание до наших дней дошло в хорошем состоянии. Полностью сохранилась внешняя отделка фасада, в помещении осталась нетронутая лепнина, чугунное литье на балконе тоже еще то родное, купеческое. Таких старинных зданий в Корсуне осталось немного. Они сохранились в центре города. Когда-то именно здесь кипела жизнь на крупнейшей в Поволжье Троицкой ярмарке. Товар-оборот был до двух миллионов серебром к началу XIX века. Но было очень невыгодно торговать на площади, так как очень часто деревянные лавки ломались и сгорали. И поэтому наши купцы попросили в 1799 году Павла I, чтобы он разрешил все вырученные деньги с ярмарки, используя для строительства специального здания, где можно было поторговать. Разрешение было получено, вот только война с Наполеоном подкорректировала планы. Построить гостинный двор и торговые ряды Корсунские купцы смогли лишь в 1834 году. Здание получилось знатное. В 8 больших торговых залах, 160 мелких лавок, даже по нынешним меркам это огромный торговый центр. А тогда мест купцам едва хватало. Вот только консерватизм местных дельцов не позволил Корсуну надолго остаться центром Поволжской торговли. Когда начали прокладывать во второй половине 19 века железную дорогу, наши купцы почему-то побоялись прокладывать через Корсун железную дорогу. И они даже откупились, чтобы железная дорога прошла мимо Корсуна. И после этого товарооборот стал снижаться, так как стало все по железной дороге отправляться. И с течением времени она, можно сказать, потеряла свое значение, как было раньше. На против здания бывших торговых рядов находится Корсунский дом культуры. Когда-то здесь стоял один из пяти храмов Корсуна – главный кафедральный крестовоздвиженский собор. Здесь хранилась главная корсунская святыня, привезенная сюда еще в 17 веке казаками-основателями города – икона Корсунской Божьей Матери. С ней было связано много легенд. Не раз она спасала город. Но по преданию, когда рушили храмы, именно Краснодарский собор, всю церковную утварь, все самые ценные, по преданию, спрятали в подземных ходах. От нашего по преданию храма отходило сразу несколько подземных ходов, которые вели другим храмом и также к оврагу Лутиха. И вот говорят, что когда там спрятали в одном из подземных ходов всю церковную утварь, подземный ход обвалился, и она, к сожалению, утеряна в настоящее время. Сегодня от старого Корсуна в селе остались только торговые ряды до старинное здание суда. А что с засечной чертой, спросите вы? Конечно, самой крепости уже давно нет. Но на месте, где в свое время был город заложен, корсунцы сегодня обустраивают туристическую площадку. Место живописнейшее. Отсюда вся долина реки, как на ладони. Вдалеке можно разглядеть остатки земляного вала засечной черты. А в рак по двум сторонам от крепости служил надежным укреплением. Две стены в 72 сажени, две другие в 36 сажень, шесть башен, две с проездом в одну сторону. Так начиналась история славного города Корсуна. За 375 лет он сменил много ликов, но история его продолжается. И судя по тому, что мы здесь увидели, она еще многие лет будет славной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok